Слово второе о судьбе и проведении Засловище Отца или Матерь смертью да умрет. Исход 21.16 Говорит Писание Этот закон был дан в Ветхом Завете, когда не было особенной рачительности относительно установления наилучшей гражданской жизни, когда было только введение божества, когда имели место детские повеления, когда молоко, когда пестун, когда светоч, когда образ и тень. Итак, что мы могли бы сказать относительно тех, которые теперь во время благодати и при истине вещей, также при истории великого введения, злословят не Отца и Мать, но самого Бога всех? Какое таковых людей будет ждать наказание? Какое взыскание будет достаточно соответствовать степени зла? Какая огненная река, какой неумирающий червь, какая кромешная тьма, какие узы, какой скрежет, какое рыдание? Все мучения, как настоящее, так и будущее, недостаточны для души, находящейся в таком положении, не спавшей до такой степени порочности. Видов же богохульства много, и они различны, вследствие чего необходимо сегодня изложить их, чтобы нам не впасть добровольно ни в какой из таковых, и чтобы не оставить без внимания никого из впадающих в них, ни друга, ни врага. Подлинно нет, нет греха худшего, чем этот, нет даже и равного ему. В нем умножение зол, в нем то, чем все приводится в расстройство и влечет безжавостное наказание и невыносимое мщение. Кто же злословящие Бога? Те, которые противопоставляют мудрости его проведения, обуславливаемое роком, нестроение и необходимость. И нет ничего удивительного в том, что одержимы этой болезни неверные, которые нелепо удивляются перед деревьями и камнями и служат им. А то ужаснее всего и достойно многих действительность слез и рыданий, что освобождены от этого заблуждения рабства, удостоившиеся знать, находящегося во всем Бога, истинного и действительного Бога, что они как бы в силу какого-то обратного течения увлекаются вниз к сильному морскому волнению, к тому образу мысли и к тому безумию. Те, которые по их словам поклоняются Христу, и о которых удостоены столь великих таинств и восприяли неизреченные догматы и снисшедшую к нам небесную мудрость, после столь великой чести, какую и получили от Бога, добровольно низвергают себя, с большим неразумием отвергнув от себя ту свободу, какую им даровал Бог, починив себя тикчайшему рабству и своими помыслами выдумывая ужаснейшую тиранию, какой никогда не было, отсекая всякую добрую надежду и пытаясь лишить крепости тех, которые ревностно преданы добродетели. Подобно тому, как на войне кто-либо из врагов, заметив воинов благородных и готовых самую душу свою отдать за Отечество, и не имея возможности иным образом повредить им, не отклонить от готовности служить царю, не сделать их робкими, не преодолеть с помощью уловок, причиняя это им вред иначе, пытаясь убеждать, что они напрасно и бесполезно и без всякой причины проявляют столь много труда, чтобы ослабить их руки, чтобы не изложить их силу, чтобы угасить их усердие, чтобы через все это отклонить от присущей им ревности к войне, и чтобы, сочтя их после этого беззащитными и безоружными, взять их связанными в плен. Так поступил и дьявол. После того, как увидел, что большая часть вселенной, благодаря божественной благодати, осмеивает языческое заблуждение, всем сердцем и всей душой чтит слово о благочестии, что затем вследствие этого возникает великое уважение к добродетели и такое же презрение к пороку. Он не осмелился выступить и открыто сказать «Отступите от Христа, осмейте преподанные им догматы, делая его басней и заблуждения, он какой-то порочный и нелюдимый человек, так как ему известно, что вследствие этого они еще поспешнее убегут от его тирании и сильнее возненавидят его. Поэтому он не вносит обвинения прямой дорогой, но, ходя кругом, тайно рассеивает яд злочистивых догматов, по-видимому, позволив людям пребывать в вере, а в действительности, исторгая ее из них с корнем, разрушая все догматы истины и среди верующих разливая великую на Бога клевету. Посему у него и приготовлено это губительное средство из смертоносной яды рока, чтобы тайно ввести все то, о чем именно я сказал, чтобы показать пустоту наших мыслей и пустоту нашей веры, чтобы убедить людей иметь дурное суждение о Боге, что, конечно, и вначале он сделал в отношении к Адаму, наклеветав на Бога, что он будто бы завислив и недоброжелателен. Почти так он говорил, увещевая того, знал Бог, говорил он, что отче ваше откроется, знал, что вы будете как Боги, позавидовал вам, не желал для вас большей чести. Ведь если бы он и не присоединил этих слов, то тем, что он раньше говорил, дал им возможность подозревать, тоже, и замечая коварство, не извергнув определение Бога и сказав, что если прародители окажут ему неповиновение, то их уделом будут великие блага, как, например, откроются их очи, они сделаются равными Богу и будут обладать соответствующим этому положению ведением. Дьявол еще не присоединим, что порочен тот, кто запрещает это, дабы не показалось, что говорит какой-то враг и неприятель, но надел личину советника и попечителя, дабы сделать злое увещание удобоприемлемым. Что именно и случилось? Словами, какие он говорил, дьявол не желал научить ничему другому, как отступить от сотворившего вас Бога. Он недоброжелательный, завистлив, по зависти отказывает вам в больших благах. Однако открыто этих слов он не произнес, потому что, заподозрив в нем врага, они, конечно, уклонились бы от него, не пожелав же сказать им этого, и умолчав, он предложил тот гибельный совет. Точно так же, конечно, и теперь он не говорит «отступите от Христа», так как его божественные догматы зазорны, потому что знает, что лгал бы и не встретил бы веры, но коварно, по-видимому, оставляет нас при них и обнаруживает согласие с истинною, а иным путем удаляет нас, не сведущих в них, от этого вечного наследия, подобно тому, как если бы кто-либо удерживая правой рукой законно рожденное и свободное, несколько простое и невинное дитя, не изгонял его из отцовского жилища, но в то же время убеждал делать то, через что оно волей-неволей лишится всего отцовского наследства. Невозможно, невозможно, чтобы человек, придающий значение Року, оказался в состоянии достигнуть небес. Лучше же сказать, невозможно, чтобы он оказался в силах избежать гиенны и наказания, так как Рок повелевает всем верить вопреки догматам Божьим. Бог говорит, Исаии 19, 20, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли, а если же не отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господней говорят. Ты видел, как говорит Бог, и какие полагают законы? Послушай и судьбу, как говорит она, и как вводит в противоположное постановление, и пойми, как то сказано божественным духом, а слова этой лукавым демонам и некоторым свирепым чудовищам. Бог сказал, «Если захотите и если не хотите, делая нас господами добродетелей и порока, и полагая это в зависимости от нашего образа мысли». А что говорит тот-то, зьявол? То, что избежать определенного судьбою невозможно. Хотим ли мы того или не хотим? Бог говорит, «Если послушаете, то будете вкушать благо земли». Судьба говорит, даже если мы и хотим, но если не будет дано нам, то никакой прибыли в этом желании нет. Бог говорит, «Если не захотите внимать слова моим, то меч пожрет вас». Судьба говорит, «Если мы не желаем, а нам будет дано, то во всяком случае спасемся». Нет или говорит судьба? Что могло бы оказать теснее этого сражения? Что открытие этой войны, которую учители порока, демоны, без стыда так предприняли против божественных изречений? Ну, о чем я и сказал, нет ничего удивительного в том, что этому верят демоны и равные им люди, то есть язычники. А тягостнее всего то, что вы, столь наслаждающиеся божественным и спасительным учением, не оказываете должного уважения, но перебегаете к тем неразумнейшим и губящим душу выдумкам. Ну, что мне судить внешних? У меня пока слово к вам, члены Христовы, чада Церкви, воспитанные в Отчим Доме, наслаждающиеся божественными учениями, удостоенные столь великой чести. Поэтому я стянаю, поэтому плачу и рыдаю, и поистине достойно рыданий, когда кто-либо впадает в прегрешение и недостойное прощение. Да и какое, скажи мне, может быть прощение, когда открывает себя Бог, и когда демоны также в свою очередь говорят, и когда то, что говорится ими, даже друзьям Божиим кажется заслуживающим большей веры. Мы теперь не предпринимаем рассуждений, но лишь покажем бесстыдство доверяющих им людей. Бог говорит, вот я предложил тебе огонь и воду, жизнь и смерть, но что хочешь, простри руку твою. Серахов, 15-16. Демон говорит, что не в твоей власти протягивание руки, но это зависит от некоторой необходимости и силы. И это тебе кажется заслуживающим большего доверия. И ты не размышляешь о том расстоянии, какое разделяет советников, о том, что один Бог, а другой демон. Ты не оцениваешь различия совета, что один спасительный и зовет к добродетели, а другой поистине демонский и зовет к злую пороку. Ты не обращаешь внимания на то, что получено тобой от Бога. И что от демона? На то, что один так возлюбил тебя, что отдал за тебя даже единородного сына своего, драгоценнее которого у отца не было ничего. Так же любит еще и теперь, призывая тебя через апостолов к твоему спасению и все делает для этого. А другой так возненавидел и ненавидит тебя, что всякими способами враждует с тобою и не только не доставляет тебе чего-либо доброго, но даже и то, что ты получил от Бога, и это пытается исторгнуть. Один позаботился о том, чтобы сделать тебя равным ангелом, а другой сделал тебя бесчестней, пресмыкающейся по земле и со своей стороны убедил тебя поклоняться им. Один влечет в небесное царство и к остальным почестям, а другой позавидовал и здесь данному тебе положению не отстал прежде, пока не лишил тебя его. Если вы и не можете узнать догматов, хотя для людей не очень непонятливых они яснее солнца, и именно те догматы, которые принадлежат Богу, служат к выяснению добродетели и спасения, а демонские порока. Если вы не можете проникнуть в них, то научитесь тому, что спасительно и что вредно, по крайней мере от тех, которые дают вам советы. И как не бессмысленно в остальных делах держать от того взгляда, что если врач даст кому-либо пищу, то не любопытство тебя не исследует, а принимать как доставляющее здоровье. Если же чародей и волшебник, то не вдаваться в исследование, но гнушаться как ядой вредоносной пищи. В отношении же к Богу не пользуются такого рода приемами. Хотя расстояние между Богом и демоном настолько больше расстояния между врачом и волшебником, что невозможно не выразить этого словами, не представить умом и рассудком. Итак, разве не крайняя нелепость не вдаваться в исследование там, где разница между предлагающими пищу ничтожна? Но вместо всякого изучения дела обращать внимание лишь на качество лиц, а где разница между советниками столь велика? Иметь нужду в слове для понимания того, что одно спасительно, а другое вредно. Не будем, умоляю, неразумнее бессловесных существ, но поспешно убежим и не станем внимать своим слухам. Худые сообщества развращают добрые нравы, и прельщенным невозможно получить прощение. Почему, увидев местность заразительную и нездоровую, ты уклоняешься от пребывания там, хотя бы тебя влекли к тому жилищу бесчисленные условия, предпочитая всему здоровье тела? Когда же некоторые преисполнены заразительной речью и болезнью, не только губящие тело, но погубляющие душу и делающие ее худшей и более негодной, то почему не убегаешь поспешно? Послушай, говорит один мудрый муж, не остановись, но отскочи, не замедли, притча 18, боясь даже и кратчайшего пребывания среди них. Говорим же это, не боясь силы проповедуемых ими догматов, но боясь вашей немощи. Для вас, для нас, утвердившихся в вере, догматы их кажутся по Божьей благодати более слабыми, чем паутины, и хотя бы бесчисленное множество раз они очаровывали наш слух, тем больше встречает с нашей стороны смех, как безумный и бессмысленный. Но мы боимся вашей немощи. Сказанное обращая не против всех, но против тех, которые виновны в указанном мною, так как и Паил, властелин всего, не учение только выставляя на вид своему ученику Тимофею, но и словопрение против чуждых увещевает избегать пустых речей. В непродолжительное время нашей жизни незначительные средства к спасению. Итак, если даже это краткое время, данное нам для того, чтобы научиться чему-либо полезному, мы употребим на то, что излишне и бесполезно и вредно, то когда, наконец, в нашем распоряжении будет другое время для изучения того, что необходимо и в чем настоятельная нужда, когда, даже если время было и продолжительно, то более всего надо жалобу употреблять его всецело на то, что полезно. А когда оно и незначительно, и непродолжительно, то как же не считать делом крайнего неразумия тратить эту малость на догматы, развращающие нашу душу? Что за нужда тебе в лекарстве? Не принимай удара, не трать времени на лечение того, что получаешь от других, имеешь. Собирай то, что здраво, из божественных писаний. И если бы пришел кто-либо говорящий нечто другое, то загради свои уши, тотчас поспешно убеги, не замедли. Если в том случае, когда произошло бы скопище против царей, ты не решился бы остаться вместе этого совещательного собрания, так как ты, во всяком случае, подвергся бы опасности в силу того, что слушал о таких вещах, хотя бы не выразил своего согласия, то в том случае, когда что-либо говорится против Бога, и когда изощряется догмат, исполненные обвинения против него, уже ли ты не убежишь, уже ли не возненавидишь богохульного языка, уже ли не заградишь безбожных уст? И как ты окажешься в состоянии с дерзновением молиться Богу, имея общение с распускаемыми против него клеветами? Да не будет этого. Умоляю, это сказано мною не к присутствующим, а, впрочем, также и к присутствующим, потому что, если вы и безукоризнены, но знаете, что какие-либо люди страдают этой болезнью, направляйте против них эти и другие, более многочисленные слова, чтобы извлечь зло самым корнем. но да будет по молитвам святых и друзей Божиих, так как не столько имеют силы наши слова, сколько их молитвы, да будет, чтобы все мы и все те, кто содействует полноте церкви, освободившись от этих зол, с дерзновением стали перед престолом Христа, которому слава! Аминь!